И что вы говорите, вы сами себя видели, когда вы маленьким ребенком еще были? Нет, взрослые женщины. Уже взрослые? Да. У нас была очень красивая планета. Она была на много-много раз больше, чем Земли. Очень красивая, вся зеленая. Но мы были еще на такой ступени развития. Мы носили уже короткие платья, но чуть-чуть ниже колен. Я была молодая где-то лет 19. Ну, нет, не 19, наверное, вот так, 25, потому что у меня уже 6-летняя девочка была. А что, и ваш ребенок там был еще? Да. Ребенка я даже сразу вспомнила свою дочку. И этой девочке было 6 лет. В общем, нашу планету завоевали другие, как я бы сказала, люди с другой планеты. Они пришли, мы были еще... У нас были ружья, но только ружья. Это, извините, вы сейчас рассказываете о... О Марсе. О Марсе, о вашей планете, где вы... Да, только она называлась не Марс. Я это после поняла. А вам не говорили, как она называется? Да, нет, не говорили. Только в моей памяти всплыло это слово, только я не знала, что эта планета так называется. Ну, я по порядку буду говорить. Ну, расскажите. Потом я увидела себя и дочку. Нас завоевали, но они были вот эти инопланетяне, у них летающие тарелки, лазерное оружие, которое даже сейчас у нас на земле нет. Лазер есть, но у нас же не продают автоматы лазерные, пистолеты. Может быть где-то и есть, я не знаю, не в курсе это. Я не окончала, не кончала никаких детей. Ну, 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 окей. И вот это как его... А потом они, когда нас завоевали, они женщин молодых группу отделили и себе забрали. А вы попали в ихнюю группу или что? Да, я попала, я стала женой. А ребенок? Руководителя и родила ему девочку. А, это вы там... Да, да. Это вы рассказываете... О жизни на Марсе. Нет, ну вы говорите, у вас уже был ребенок там? Ну, это... Этого. А, ну да, ну, я думаю, вы по порядку рассказываете. Вот я по порядку и рассказываю. Родила ему девочку. И вот в тот день они что-то с этой пирамидой делали. Я не знаю что. Какие-то испытания проводили. Что, я тоже не знаю. Но я видела, что он сам боится, и мне стало страшно тоже. И поэтому я подошла к нему, я сама не имела права уйти, если бы я ушла самовольно, меня бы наказали. А я подошла у него и попросила, можно мне с дочкой уйти, я боюсь оставаться здесь. Но он сказал, подошел ко мне, он такой высокий ростом был, помню, что он что-то там делал, у него были одеты перчатки, он ее стянул, с правой руки перчатку. И так провел у меня нежно по щеке и сказал, уходи только недалеко, не вздумай куда-то спрятаться, я все равно тебя найду. Я тебя люблю и жалею. И потом он посмотрел так на меня, и по его глазам я поняла, что он сам боится. Сам не знает, чем их опыт кончится. Мы ушли на поле подальше, все равно я скушалась, немножко подальше ушла, но с этого поля я не ушла. Я ему сказала, я пойду сюда, я не имела права уйти куда-то. И я увидела такое земле, как дыра. И я подумала, ну в крайнем случае залезем в эту дыру, может это нас спасет. Мы с девочкой возле этой дырки, как говорится, дочка собирала цветы, а я стояла. А, извините, а имя не было у дочки, вы не помните имя, как звали дочку? Не помню. Видите ли, когда вот такие вам показывают, надо задавать вопросы. Это я поняла гораздо позже. Теперь я задаю им вопросы, если я что-то могу. Ответ вы сразу получите. Алло, что вы пропали? Нет, нет. А вы продолжаете? Вот, вдруг раздался взрыв. Земля вся задорожала, слилась небо и земля. Я успела дочку в эту дыру запихать и сама, но уже понимала, когда увидела, что движется в нашу сторону. Все, ни небо, ни земли, чернота полная. Все это кошмар надвигался на нас. Земля тряслась как лихорадки, и я поняла, что это конец. Я только это подумала, и вдруг вот такой свет, как будто перед глазами мелькнул. Пусть ищет. Больше я ничего не помню. А, еще только вот это, когда все это случилось, еще это слово. Суорис, Суорис, Суорис. Я проснулась, я плакала и все повторяло это слово. Как правильно вы сказали слово? Суорис. Суорис? Да, это была планета наша, так называлась. А, ты думаешь, планета так называлась? А я думала долго, что это имя моего человека, с которым я жила. А может, она так и есть? С женой, которой... Я так думала, после я прочитала, что это планета. А это планета так называется? Да, это сама планета. Первое название Урсуорис первых людей, а потом Суорис. Марс это уже назвали земляне. На самом деле другие инопланетяне ее по-другому называют. Вот видите, те, с которыми меня туда возили, они ее называют Красная планета. Другие, может быть, по-другому. Но они, короче, выходят так, что как они разговаривают с вами, они рот не открывают. Это все как мысленно происходит? Да, все это ты понимаешь. Просто еще у вас появляется вопрос, и сразу же вы уже находите ответ на него, да? Да, да. И что, после того, как все это взорвалось, и вы все, проснулись потом, или как, и отошли, или что? Я проснулась, я трое-трое суток болела, и все, такая боль в сердце, как будто это вот произошло со мной. И я понимала, что это была я, и моя дочь. Это понимала. А ну, а больше вы так с дочерью не встречались, да? А как я с ней встречусь? Нет, ну, у вас же еще встречи какие-то были, еще же встречи были? Были? А ну, с дочерью больше никогда не встречались, да? Я, видите, я сама себя уговорила, что это только сон. Это только сон такой, не может быть, чтобы я была на Марсе. Ну, кто в здравом уме поверит, что женщина, землянка, и что ее возили на Марс? Да. Показывали ей какую-то там пирамиду. Конечно, поверить-то трудно, конечно. Да, ну вот, потом все мои, как говорится, вот эта уверенность, что это сон, развеялись как прах. И я поняла, что это не сон. Получилось это так, что я так же засну. Вскоре после этого... А вы хотите рассказать мне другое, еще одну историю?